Так, получил я 16 ноября судебный приказ моего местного районного суда о том, что тра-та-та-та-та исследовавшего сведения о выдаче судебного приказа на взыскании за должности, взыскании за должности, именно взыскании за должности, не подключение, а взыскании за должности. Если сведения тара-та-та-та-та, они решили. Суд тут решил. Ничего меня, никто меня не вызывал. Просто сразу решили. Это же приказное производство. Приказное производство меня могут не вызывать. Все очень быстренько. Это по судам общей юрисдикции. Они быстренько сляпали туда-сюда. Согласно этим статьям ГПК 121, 122, 126, 127. По этим статьям идут все взыскания всех долгов через приказное производство. Взыскать. Они меня признают должничком. Места работы отсутствует. Конечно же, отсутствует, если они не работают. Дальше. В пользу взыскания взыскателя такого-то задолженности по договору. По договору энергоснабжения. По какому договору энергоснабжения? Нет, у меня никакой. Ребята, с вами договора, это энергоснабжение. А суд его где-то увидел. Дальше. За период с такой-то по такой-то, да. Пенни, такие-то, такие-то. Все. Должник вправе. Десять дневный срок. Ребята, прекрасный вот этот вот абзац. Вправец со дня получения копии судебного приказа предоставить свое возражение относительно его исполнения в мировом суде. Высшим судебным приказом. Что мы в принципе и делаем. У вас есть на все про все 10 дней с момента получения судебного приказа. 10 дней. Что было и сделано. Пожалуйста. Ко мне письмо пришло с заказным. Мне оно было отправлено 23 ноября. Я его получил 28. То есть прибыло оно вместо вручения 26. Я через 2 дня полежал у меня пару выходных чувств, и я его получил. И вот с момента получения, то есть с 28 ноября, пошел отчет 10 дней на то, чтобы иметь возможность отменить судебный приказ. Что мной было и сделано. Так. Со мной было сделано. Я составил документ. Составил документ. Шапка. От кого? Да. Кому? Возражение относительно исполнения судебного приказа. В производство мирового суда поступило заявление о таком-то взыскании с человека, не гражданина, а с человека за должность по договору энергоснабжения и пени за городом. Мировым судьей, тра-та-та-та-та, каким-то на основании заявления был вынесен судебный приказ, например, такое-то взыскание с меня, не с должника, а с меня за должность по договору энергоснабжения. по договору, но это я просто ссылаюсь на их формировку. Я пишу возражение. Я не согласен и возражаю относительно исполнения судебного приказа, потому что я не являюсь должником и физическим лицом. Я живой человек и гражданин СССР. Все, вот на этом уроке. На основании ссылаюсь на ГПК, статья 128, статья 29. Судья отменяет судебный приказ, если 10-дневный срок, с момента получения копии судебного приказа поступит возражение относительно его исполнения. На основании вышеизложенного требую, я не прошу здесь, а требую, отменить судебный приказ такой-то, выбить мне на руки копию определения об отмене судебного приказа, установленную закону сроки и отправить копию на электронную почту. Все. Прикладываю копию судебного приказа, который я получил, копию, и распечатку отслеживания почтового управления в качестве подтверждения того момента, когда я получил копию судебного приказа. Все. Результат не заставил себя ждать. в течение трех дней, в течение трех дней, было уже 30 ноября, было отменено. Все. Рассмотрев, рассмотрев заявление, установил. ПАО обратился. Мировой судья вынес. В суд 29-го числа поступили возражения, уже указанного. При таких обстоятельствах, опять же, по 129-й статье ГПК, судебный приказ подлежит отменен. На основании определил. Отменить судебный приказ вынесено мировой судьей, таким-то причастком направить сторонам копии, разъяснить заявителю, что заявление им взявленное требование может быть предъявлено в порядке искового производства. Хрен там, в искового производства. В исковое производство они могут только принять при сумме долга свыше от 500 тысяч. Все, что ниже 500 тысяч, это только приказное производство. Вот так. Читаем, друзья, ГПК. Так, все. Здесь все. Продолжение следует...